МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Утро на ОТВ. Я ведущий Илья Арыков. Начинаем новый день вместе. Сегодня в программе вы узнаете. Для жителей округа в городке 17 обновили дворовую территорию. Новая и современная больших веземых фасад многоквартирного дома утепляют по инновационной технологии. Выездная инспекция. Андрей Иванов проверил ремонт подъездов в городке 17. Своими руками. В первой Одинцовской библиотеке прошел мастер-класс для детей. 3 августа 1952 года прошло закрытие 15-х Олимпийских игр в Хельсинки. В соревнованиях участвовали 69 стран. Между ними разыграли 149 комплектов медалей. Главной ареной был Олимпийский стадион. Там провели церемонию открытия и закрытия. Соревнования по легкой атлетике, полуфинальной и финальной футбольной матчи. Первое место по количеству наград заняла сборная США. А второе – сборная СССР. Тогда она впервые участвовала в Олимпийских играх. Героями Олимпиады стали советский гимнаст Виктор Чукарин. Он получил 4 золотые и 2 серебряные медали. И бегун из Чехословакии с тремя золотыми медалями. Чем еще запомнился этот день в истории, расскажем прямо сейчас. 3 августа 1959 года открылся Московский международный кинофестиваль. В нем представили полнометражные, игровые, документальные и научно-популярные ленты. Большой приз тогда получил фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека». За время своего существования фестиваль стал одним из наиболее престижных кинофорумов мира. А в 1972 году вошел в группу фестивалей класса А, наряду с Канским, Берлинским и Венецианским. В рамках кинофестиваля проводятся Дни памяти, круглые столы, научные семинары, а также форум молодых кинематографистов. Главным фестивальным призом стал «Золотой Георгий». 80 лет назад, в 1943 году, в ходе Великой Отечественной войны, началась операция советских партизан «Рельсовая война». К операции привлекли 167 бригад и отдельных отрядов. Партизаны были обеспечены взрывчаткой, минно-подрывной техникой, вели разведку вражеских железнодорожных коммуникаций. В результате взорвали 215 тысяч рельсов, железнодорожных мостов, пустили под откос много эшелонов с личным составом и техникой. Операция длилась полтора месяца. За это время она затруднила перегруппировку фашистских войск и оказала значительную помощь наступающей Красной Армии. 3 августа в разных странах отмечают вкусный праздник – День Арбуза. Как считают историки, его родина – Южная Африка. Сегодня ягоды выращивают практически во всех странах мира, но больше всего в Китае. Это полезное лакомство. В нем содержатся витамины А, В и С, фолиевая кислота и локопин – это сильнейший антиоксидант. Также сегодня отмечают День поцелуев с зеркалом и День памяти святого пророка Эйзекииля. 3 августа 1905 года родился Борис Курчатов. В период работы в Ленинградском физико-техническом институте он проводил свои первые работы по диэлектрике и полупроводникам. В 1938 году Курчатов защитил диссертацию и получил звание кандидата физико-математических наук. В ходе научной деятельности он опубликовал 150 научных работ и авторских свидетельств. Он лауреат одной ленинской и двух сталинских премий. В этот день также родились актер и актер дубляжа Сергей Чинишвили и актер Артем Сучков. В городке 17 полностью обновили дворовую территорию у дома 21 по губернаторской программе. Поставили новые лавочки и урны. Заменили асфальт, тротуары и бордюры. Андрей Иванов оценил результаты работ. Продолжит Полина Бахова. В городке 17 Наталья Синюк живет с рождения. Говорит, такого масштабного благоустройства дворовых территорий не помнит. Теперь у дома 23 не только новые тротуарные дорожки, бордюры, ограждения, проезжая часть, но и парковочных мест стало значительно больше. Сделали качественно хороший асфальт с парковочными местами, которых нам очень сильно не хватало. Потому что здесь паркуются в нашем дворе жители с 17, с 19 дома, с 21, потому что там видна узкая проезжая часть. На данный момент у нас даже есть свободные места. Для нас это удивительно. Обновленную дворовую территорию осмотрел глава округа. Он отметил удобные бордюры для маломобильных граждан, а также необходимость обустроить спортивное пространство. Здесь была единственная волейбольная площадка на весь городок. Это многофункциональный волейболь. С местными жителями Андрей Иванов обсудил результаты проделанных работ. Пообещал учесть все замечания и выслушал пожелания на будущее. Хотелось бы, чтобы поставили какие-то площадки для детей постарше. Например, как в Одинцово, в Раздорах мы тоже были. Я не знаю, как это правильно называется. Большая такая паутина. Еще что-то. Ну, то есть для детей постарше от 12 и выше. Дворовую территорию привели в порядок по губернаторской программе комплексного благоустройства. Сейчас здесь проводят озеленение. В этом году вообще у нас больше 20 дворовых территорий по округу. Ну, это одна из них, которые уже работы основные закончены, разметка закончена. Сейчас идет у нас как раз приведение в порядок после окончания работы. Здесь у нас, наверное, порядка 4,5 тысяч квадратных метров проезды было заменено. Порядка 1700 квадратных метров тротуаров было сделано. И порядка 2,5 тысяч метров парковочного пространства. Работы проводили в тесном взаимодействии с местными жителями. По согласованию с ними ликвидировали старые деревья и обустроили новые парковочные места. Так, у проживающей в доме мамы с ребенком-инвалидом теперь есть отдельная машина-место. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». В Больших Веземах фасад многоквартирного дома утепляют по инновационной технологии. Используют новые и современные материалы. Работы проверил глава округа Андрей Иванов. Материал нашего корреспондента. В доме Елены Смирновой в Больших Веземах промерзали стены торцевых квартир, а после дождей туда попадала влага. По просьбам жильцов дом включили в краткосрочную программу по капитальному ремонту. К работам приступили в конце мая. Могу сказать от лица всех наших жителей, что мы очень рады, что наконец-то наш дом попал в капремонт. И замечательный проект. Это, наверное, будет сейчас самый лучший дом в нашем городке. Вот, вентилируемый фасад. Я считаю, что лучше не придумать. Спасибо большое, что есть такие программы, которые улучшают жизнь людям. На улице городок 17 рабочие утепляют фасад многоквартирного дома. Глава округа Андрей Иванов посетил объект. При проведении работ соблюдают всю технологию монтажа. Обошьется керамогранитной плиткой 600 на 600. Тем самым дом станет энергоэффективным. Соответственно, пропадут все эти жалобы. Ну и сейчас уже жители довольны. Они уже говорят спасибо. Ремонтные работы на контроле у Андрея Иванова. Завершить их планируют к отопительному сезону. Екатерина Крамор, Полина Бахова, Ольга Дмитриева, Олег Мещерский. Телекомпания Одинцова. Подмосковные соцпредприятия получили льготные займы на сумму более 40 миллионов рублей. Бизнесмены могут их получить в размере 2 миллионов рублей по ставке 2% годовых сроком на 3 года. При этом статус социального предпринимательства необходимо постоянно подтверждать. Выдает их Московский областной фонд микрофинансирования в рамках программы «Социальный бизнес». Другие новости региона смотрим прямо сейчас. Около 5000 человек посетили летний фестиваль «Территория солнца» на набережной озера Сенеж в Солнечногорске. Главным событием праздника стали турнир по пляжному волейболу среди 8 округов Подмосковья, традиционный заплыв «Сенежская миля» и кубок главы по КВН. Победителей наградили кубками и подарочными сертификатами, а остальным вручили памятные медали. В подмосковных лесах расчистили свыше 160 километров дорог, чтобы предотвратить возгорание и создать условия для патрулирования и тушения огня. Лесные дороги используются именно для охраны от пожаров. По ним машины могут проехать к водоемам и участкам, подверженным рискам возгорания. Сельскохозяйственные предприятия Подмосковья начали собирать урожай озимых зерновых культур. Аграрии уже убрали первые 360 гектаров пшеницы. Первыми старт уборочной кампании дали хозяйство в Зарайске, Домодедове и Водинцове. В этом году на поддержку агропромышленного комплекса Московской области выделят чуть более 5 миллиардов рублей по 32 видам субсидий. Покраска стен, замена окон, удобство для маломобильных жителей и многое другое. По губернаторской программе «Мой подъезд» в прошлом году в Одинцовском округе привели в порядок около 20 домов. В этот раз глава муниципалитета Андрей Иванов встретился с жителями городка 17 и осмотрел подъезд 21-го дома. Подробности у Раисы Киян. Завершается капитальный ремонт подъездов на улице городок 17, дома 21 в Больших Веземах. Построили его 36 лет назад и масштабных обновлений здесь ни разу не проводили. Глава округа Андрей Иванов приехал на объект и пообщался с местными жителями. Проводились покраска стен, перекладка плитки будет входной группы. Ремонт входной группы – это покраска фасада входной группы. И ремонт козырька входной группы, чтобы не было протечек. В этом году в округе уже отремонтировали 12 подъездов по губернаторской программе. Заменили входные двери в подъезд, электрику и окна. Провели косметический ремонт. Здесь Андрей Иванов поручил управляющей компании заменить плитку, сделать удобные ступеньки и съезд для колясок и инвалидов. Даже цвет стен подрядчик согласовывал с жильцами дома. Ремонтные работы уже завершаются. Срок сдачи объекта – 20 августа. Раиса Киян, Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начался второй этап модернизации экстренной медицинской помощи. Трансформируют приемные отделения городских стационаров. В рамках первого этапа построили шесть флагманских центров, где пациенты получают всю необходимую помощь в течение первых суток. А чаще всего в течение двух часов после госпитализации. Два центра в НИИ Склифосовского и государственная клиническая больница имени Вересаева уже принимают пациентов. Работу новых приемных отделений организуют по тем же принципам, что и в новых зданиях. Что еще интересного произошло в столице, узнаем прямо сейчас. В столичном метро запустили поезд возможностей, посвященный нацпроектам России. Он будет курсировать на Арбатско-Покровской линии. Внутри вагонов разместят материалы, посвященные госпрограммам в сферах здравоохранения, образования, цифровизации и экологии. Тематический поезд позволит пассажирам записаться на образовательные курсы, поучаствовать в научных и технологических конкурсах, внести свой вклад в сохранение природы, познакомиться с объектами культуры или изучить афишу ближайших мероприятий. Временную пассажирскую инфраструктуру начали строить на станции МЦД-1 «Тестовская». Там будет два подземных вестибюля, отремонтируют две существующие платформы и возведут новую с навесами от осадков. Строительство проводят в рамках программы развития транспортного узла. Пункт планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. Сервисом онлайн-записи к ветеринару в Москве воспользовались 700 тысяч раз за 4,5 года с момента запуска услуги. На мост.ру можно записать животное в любую из 26 государственных ветклиник на терапевтические услуги, вакцинацию, клиникодиагностическое и лабораторное исследование. Чтобы ускорить процесс записи в клинику, можно добавить подробную информацию о питомце, кличку, дату рождения, пол и возраст. Далее в программе. Своими руками в первой Одинцовской библиотеке прошел мастер-класс для детей. Книги на лето. Что почитать и в каких детских мероприятиях можно поучаствовать в период каникул, рассказали в первой Одинцовской библиотеке. Про людей. О руководителе аварийно-спасательного формирования Одинцовского округа и его пути к профессии расскажем в нашей еженедельной рубрике. В первой Одинцовской библиотеке для детей прошел мастер-класс студии «Руки, не крюки». Ребята из пластилина, цветной бумаги, салфеток, карандашей и многого другого мастерили поделки. Сюжет нашего корреспондента. Поделки и рисунки своими руками. В первой Одинцовской библиотеке прошел детский мастер-класс студии «Руки, не крюки». В этот раз ребята изучили технику торцевания. Красивая балерина будет танцевать у ребят на бумаге. Мы будем использовать пластилин, цветную бумагу, салфетки. Будем раскрашивать также поделку фломастерами и украшать стразами. Чтобы придать форму полученной поделке, пачку балерины аккуратно выкладывают тонким слоем пластилина. А из цветной бумаги будет юбка. Участница мастер-класса Лиза с удовольствием посещает все занятия студии. Она сама смогла слепить мороженое. Сестры Маргарита и Вика ходят в мастерскую уже много лет. И каждый раз узнают много нового. Я мастер-класс люблю делать что-нибудь с нитками связанное, что-нибудь с бумагой какими-нибудь оригами. Вот такое что-то люблю. Мы еще глины делаем с глины и рисуем. Рисуем. Вообще много чего. Уже не перечислились. В студии ребята могут заниматься каждую среду. Они становятся здесь мастерами, художниками. И после каждого урока родители ждут приятные подарки, сделанные руками любимых детей. Раиса Киян, Карина Иряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». В России, несмотря на отсутствие индексации, могут вырасти платежи за жилищно-коммунальные услуги. В последнее время индексацию ЖКХ тарифов проводили ежегодно в середине лета. И в августе россияне получали платежи уже с новыми цифрами. О других новостях в России расскажем в нашей следующей рубрике. В России запускают цифровой рубль. Операции с ним будут совершаться через специальную платформу, оператором которой будет Банк России. Планируется, что для граждан переводы и платежи будут бесплатными. А тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. Для совершения операций с новой формой денег нужно будет открыть цифровой кошелек. Россия открыла безвизовый туристический обмен с Китаем и Ираном. Страны готовы на взаимной основе принимать группы туристов в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых обменах. Это увеличит взаимный турпоток в 2-3 раза. При этом специалисты прогнозируют увеличение интереса россиян к Китаю. На сайте Минэкономразвития России туристические компании и региональные органы власти смогут ознакомиться с необходимой информацией и скачать формы документов. Тверской областной ДК «Пролетарка» стал победителем проекта Российского фонда культуры «Мастерская по инклюзии. Культура 2.0». На проекте обучают, как взаимодействовать с посетителями с инвалидностью, помогают внедрять инклюзивные программы и создавать безбарьерную среду для людей с разными формами инвалидности. В конкурсе участвовали государственные и муниципальные музеи, музеи-заповедники, библиотеки, дома культуры и многие другие культурно-образовательные учреждения. Победителя выбирали представители дирекции Санкт-Петербургского международного культурного форума, Государственного Дарвиновского музея, Музея русского импрессионизма, Российского фонда культуры и других культурных организаций. ДК «Пролетарка» также получит грант в 2 миллиона рублей для реализации полученных знаний на практике. Лето – лучшее время для посещения библиотеки. Там можно не только почитать любимую книгу, но и принять участие в различных мероприятиях. Подробнее расскажет наш корреспондент. Летом в библиотеке традиционно много посетителей. Каждый день сюда приходят и взрослые, и дети. Даниил научился читать в 6 лет. С тех пор он часто бывает здесь. Берет книжки не только себе, но и младшему брату. Я люблю Александра Сергеевича Пушкина читать и Радищева. Каждое лето в библиотеке проходит акция «Книжная полка летнего чтения». В зале стоит отдельный стенд с книгами, из которых нужно прочесть не менее пяти штук. А затем по ним написать отзыв в специальный дневник. Принять участие в акции могут дети всех возрастов. Радует то, что детишки у нас читают не только по школьной программе, а берут и книги другого плана. Очень многие ребята интересуются фантастикой, приключениями. Но это больше мальчишки. Девчонки читают какие-то истории о первой любви, какие-то веселые рассказики. Сейчас уже собрана целая папка с отзывами ребят. Итоги конкурса подведут в сентябре. Самых активных наградят грамотами, призами и сувенирами. Карина Яряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». В случае чрезвычайного происшествия все звонят по номеру 112. Оператор обработает звонок, заполнит карточку на пострадавшего и отправит ее необходимым экстренным службам. На вызов поедут и спасатели Центра гражданской защиты. В Одинцовском округе у истоков создания аварийно-спасательного формирования стоял его сегодняшний руководитель Иван Арчаков. О его пути к профессии и самой службе в следующей рубрике. 30 наград, 10 медалей и несчетное количество спасенных жизней за 15 лет службы на благо Одинцовского округа. Начальник аварийно-спасательного формирования Иван Арчаков стоял у истоков организации спасательной службы в муниципалитете. С 2008 года начал трудиться на благо Одинцовского, тогда еще муниципального района, сейчас городского округа. Первая работа моя была здесь. Это в Одинцовском территориальном управлении силами и средствами государственного учреждения «Мособлпошспас». То есть это Московская областная противопожарно-спасательная служба. Вступил на должность начальника караула в пожарную часть. О профессии пожарного Иван задумывался еще в детстве, когда приезжал на летние каникулы в деревню. В детстве, по крайней мере, в деревне, когда выезжали к бабушке, у нас там буквально в 200 метрах от дома была пожарная часть. Постоянно смотрели, как ребята выезжают, где много лесов. Поэтому в летний период, когда как раз туда приезжали, было очень много лесных пожаров и видели их практически каждый день. Может, то впечатление повлияло. В пожарной части Ивана особо отметил начальник управления и пригласил стать его помощником. В управлении я проработал 6 лет до 2014 года, после чего захотелось обратно боевой работы и перевелся обратно в пожарную часть, в Ново-Ивановское. Я поступил опять на должность начальника караула и продолжил трудиться уже именно на земле, выезжать на ЧАЭС, на пожары, по боевым выездам, спасать людей. Именно спасение людей стало главным для Ивана. Поэтому помимо основной деятельности, он регулярно выступал и добровольцем в поисковом отряде «Лиза-Алерт». Сейчас на это времени остается мало, но поиском людей он продолжает заниматься по долгу службы. Когда в 2014 году, тогда еще в Одинцовском муниципальном районе, создавали единую диспетчерскую службу, Ивану предложили должность начальника смены. Также оказывать помощь гражданам в тех же самых чрезвычайных ситуациях, но только дистанционно, по телефону. Я на эту должность согласился, но не мог бросить противопожарно-спасательную службу, поэтому остался и там. И вот 6 лет я проработал на двух работах через сутки. Тут сутки трое было, там сутки трое. Добой приходил только высыпаться. Спустя 6 лет в округе приняли решение создать аварийно-спасательное формирование на базе единой диспетчерской службы. Так у спасателей появилась возможность выезжать на вызовы, помогать экстренным службам при чрезвычайных происшествиях. Мне предложили его сначала создать, впоследствии возглавить. Это был прям шанс начать организовывать спасательную службу в округе с нуля. С пожарной службы пришлось уйти. Все силы и время уходили на реализацию нового проекта. Когда в 2020 году она создалась, я был первым, кто был принят туда на работу, и начал набирать штат, начал набирать личный состав. Два года мы выходили на рубеж аттестации, чтобы стать профессиональным аварийно-спасательным формированием. Вот спустя два года, даже чуть меньше, год 11 месяцев, мы официально в области Московской областной комиссии аттестовались. Теперь мы в боевое подразделение. До аттестации спасатели могли лишь помогать экстренным службам. С момента получения лицензии стали самостоятельно выезжать на вызовы. Впервые Ивана наградили в 2010 году. Это были две грамоты, что мне было очень приятно. Это был непростой год, год лесных пожаров. Они были и на территории Одинцовского тогда муниципального района, пусть небольшие. И, конечно же, были командировки в помощь другим муниципальным образованиям. Вот меня тогда отметил глава Одинцовского муниципального района. И, что очень приятно, первый раз меня отметил министр Сергей Кожгетшуев. В 2010 году наградил грамотой. Впоследствии было много наград, грамот, медалей, знак «Лучший работник пожарной охраны» и медаль за пропаганду спасательного дела от министра. Администрации городского поселения Ново-Ивановское были подарены часы. Именно здесь он проработал большую часть времени. Вот уже 15 лет он ни разу не уходил из профессии и все годы трудился на территории Одинцовского округа. Это даже как неработа, что ли. Это образ жизни, стиль уже такой жизни, из которого жить просто невозможно. Уже не представляю себя ни на какой другой профессии. Ольга Дмитриева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. В Бразилии умер самый старый человек в мире. Ему было 127 лет. Примечательно, что через неделю ему должно было исполниться 128. Последний месяц он был прикован к постели. Причиной смерти стала болезнь. Секретом долголетия мужчина считает жизнь в сельской местности. О других событиях в мире расскажем прямо сейчас. В американском штате Колорадо из тюрьмы сбежали четверо заключенных. Для этого они воспользовались идеей из фильма «Побег из Шаушенко». Накинули одеяло на кровати, чтобы надзиратели не заметили их отсутствие во время вечернего обхода. До отбоя беглецы пробили потолок камеры, сделанной из гипсокартона, и выбрались на крышу. Оттуда уже вырвались на свободу. Жители Австралии нашли на берегу океана объект в форме металлического цилиндра. Он оказался частью третьей ступени индийской ракеты-носителя. Ответственность за безопасную утилизацию всех частей ракет лежит на владельце. В связи с этим космический мусор останется в Австралии, пока страны совместно не решат его судьбу. Власти поселка, где его нашли, хотят, чтобы ступень стала экспонатом. Семейную пару из Великобритании посреди ночи разбудил паук, который сам позвонил в дверь. Установленное на телефоне приложение уведомило пару о том, что сработал детектор на двери. Когда мужчина стал проверять видеотрансляцию, людей он там не обнаружил. К его удивлению, в объективе был только огромный паук. Членистоногая умудрилась нажать на кнопку звонка одной из восьми лапок. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно, с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха днем до 28 градусов тепла, ночью 19-21. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. Если же вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. Я желаю вам всего самого хорошего. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин